всем привет сегодняшняя проповедь называется как воскреснуть из мертвых и возможно вы подумаете но я живой наверное это проповедь не для меня ну не торопитесь сильно быстро делать выводы вы знаете что когда иисус собрал своих учеников на этой последней вечере они все находились и иисус сказал такие серьезные слова он сказал что один из вас предаст меня и тогда практически каждый озадачился вопросом не я ли господи для меня этот факт очень значимый потому что в конце своего пути с учениками в когда он находился физически в теле на этой земле в конце всех наставлений в конце всех увещеваний всех обучений и тренингов которые иисус проводил со своими учениками ученики находились в таком состоянии в котором они не могли надеяться просто на свои силы которые не могли сказать мы просто крепко стоим и все и с нами ничего не случится рядом с иисусом христом в конце значит их отношений на земле со христом они понимали что только бог и только божья благодать о чем мы уже слышали сегодня может дать нам силы устоять в трудностях в искушениях разных в проблемах и не оказаться в числе предателей не оказаться в числе трусов не оказаться в числе которые пойдут на поводу какого-то греха поэтому давайте будем и мы как настоящие ученики иисуса христа бодрствовать и уповать не просто на свои силы а будем внимательны к тому что господь хочет нам сказать и доверять ему свою жизнь итак я хочу прочитать вам послание иисуса христа которое было обращено к сардийской церкви вы знаете что в книге откровения описываются семь посланий иисуса христа которые а были обращены к семи разным церквям и вот на последних двух неделях мы разбирали это удивительное послание к сардийской церкви надо признать что он она коснулась меня особенно и больше чем наверное все предыдущие и так я вам прочитаю и после мы рассудим откровение 3 глава с 1 по 6 стих и ангелу сардийской церкви напиши так говорит имеющий семь духов божьих и семь звезд знаю дела твои ты носишь имя будто жив но ты мертв бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенным перед богом моим а если вникнуть в оригинал то можно было бы сказать что дела твои бесполезны вспомни что ты принял и слышал и храни и покайся если же не будешь бодрствовать то я найду на тебя как тать и ты не узнаешь в какой час найду на тебя впрочем у тебя в сардисе есть несколько человек которые не осквернили одежь своих и будут ходить со мною в белых одеждах ибо они достойны побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его имеющий ухода слышит что дух говорит церквам я молюсь чтобы у каждого из нас сегодня были уши чтобы господь дал каждому из нас уши которые услышат не просто физически то что я сейчас прочитал а которые услышат в сердце своем что дух говорит церквям а значит каждому из нас которые принадлежат к церкви я молюсь также чтобы господь дал откровение в разумление каждому кто присоединился сегодня к нашей трансляции но еще возможно не принадлежит к церкви да откроет господь по милости своей и любви своей к вам слово божье аминь итак начиная свое послание к сардийской церкви как и другим впрочем церквям иисус говорит я знаю твои дела всегда какие-то дела есть маленькие большие хорошие плохие но дела какие-то всегда есть невозможно совсем без дел так вот иисус говорит я знаю твои дела но перед но после того когда он говорит я знаю твои дела он дает определенную характеристику я бы сказал этим делам или показывает суть тех дел которые делали христиане того времени так вот давайте посмотрим как какую суть иисус подчеркивает в тех делах которые делала сардийская церковь он говорит я знаю твои дела ты носишь имя будто ты жив но ты мертв удивительно конечно ты носишь имя будто ты жив но ты мертв получается суть всех дел которые делали христиане им в сардах сардийской церкви сводилась к тому чтобы создавать свое имя чтобы делать себе имя я подумал это же надо как можно множество дел которые годами из года в год делаются на которые тратятся достаточно много разных ресурсов времени финансов всего всего сил и все эти дела можно выразить одной фразой ты создаешь себе имя как будто ты жив но ты мертв очень страшная конечно характеристика для таких дел и я вспоминаю разные разговоры иногда слушаешь человека который может рассказывать как он что-то делал какую-то историю рассказывает или работу свою описывает или еще что-то он может минут тридцать рассказывать как и что было но знаете после этого разговора можно подвести итог и выразить весь его получасовой разговор в нескольких фразах ну например я хороший а они все плохие либо я профессионал и я знаю как делать эту работу а все остальные не понимают особо ничего и знаете как интересно так много событий разных описывает этот человек так много разговоров тот сказал я ответил тот туда пришел тот значит с тем встретился кажется много 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 вот этих иллюстраций но есть суть в каждом разговоре и вот эту из суть иисус видит и эта суть по всей видимости самое важное здесь не написано какие дела они делали впрочем никаку никого когда иисус обращается вот ко всем этим церквям никакую церковь иисус не описывает так подробно чтобы сказать какие дела конкретно они делали они что-то построили или они помогали бедным или еще что-то они делали но подчеркивается сама суть допустим в ефесской церкви иисус обращается и говорит я знаю дела твои и любить и терпение твое значит и труды твои там разные и служение и много хороших значит вещей и видно мотив из которого делали дела христиане в ефесской церкви и так вы можете каждую пронаблюдать проанализировать каждую церковь и увидите как иисус подчеркивает сущность мотив в каждой церкви в которой делались разные дела итак суть дел в сардийской церкви очень конечно неприглядная все дела делались для того чтобы создать себе какое-то имя вам не напоминает это никакую историю я думаю сразу возникает ассоциация с ветхим заветом где тоже была удивительная история знаете что раньше у всех людей был один язык и они все прекрасно понимали друг друга и вот однажды они собрались вместе и в значит в книге бытие в 11 главе в четвертом стихе написано и сказали они построим себе город и башню я думаю здесь ключевое слово себе высотою до небес и сделаем себе имя прежде нежели рассеемся по лицу всей земли они тоже хотели сделать себе имя прежде чем мы разойдемся мы хотим построить себе город и мы хотим построить башню высотою до небес и сделать себе имя чтобы все понимали это мы построили это мы сделали здесь был не буду никакой имя говорить чтобы никто не обиделся но хочется пропиарить каждому где-то свое имя какую-то свою позицию и что же сделал бог мы знаем что господь сошел и остановил это дело и разрушил это дело каким образом он сделал так что один перестал понимать другого никакого единства они не смогли дальше понимать друг друга и они остановились потому что не смогли дальше продолжать делать то дело которое начали итак мы можем подвести здесь небольшой итог на данном этапе и увидеть что если человек строит свое имя он может сделать массу прекрасных каких-то дел в глазах людей это будет просто на высшем уровне и сардийская церковь по всей видимости отличалась от всех окружающих церквей тем что это имя гремело это было по всей видимости достаточно богатая церковь они многое что себе могли позволить и многие знали о церковь в сардах ну конечно кто ж не знает эту церковь они сделали себе имя они построили себе имя они сделали возможно множество дел за которые их много-много людей возможно благодарили и говорили спасибо какие вы прекрасные какие вы молодцы как вы служите здорово господу но иисус смотрит в суть этих дел и он говорит мотив всех этих дел ты просто строил себе имя и ничего больше там не было любви сострадания милосердия и так далее что для меня драгоценно но ты просто строил свое имя какой же результат результат очень плачевный иисус сказал ты думаешь что ты жив благодаря этому имени благодаря тому что тебя все хвалят и говорят какой ты молодец а ты мертв и дальше когда он описывает те дела которые они делали и он говорит эти дела бесполезные и так человек который строит на этой земле свое имя он оказывается мертвым для бога и бесполезным во всей своей деятельности и еще один вывод я бы здесь сделал что те люди которые которые ставят в центр как бы мотив у которых создать себе имя чтобы они не построили однажды они придут к банкротству и бог не даст там единство настоящего я сразу анализирую и думаю не этой ли является причиной разногласий раздоров порой в семьях потому что о чем там каждый заботится чье имя там каждый хочет создать итак возможно кто-то из вас обнаружил себя в каком-то подобном положении и я думаю я молился о том почему это это послание меня зацепило больше чем другие остальные я подумал возможно на самом деле есть достаточно много людей которые меня слушают или смотрят и находятся в каком-то подобном состоянии где не ощущают что они делают на самом деле те дела которые угодны господу или не ощущают в своих отношениях с богом ту близость которую можно назвать жизнью настоящей жизнью что же делать тогда вот вопрос и мы снова обращаемся к этой сардистской церкви потому что когда иисус обличает он обличает не для того чтобы унизить человека и загнать в тупик иисус обличает каждый раз с одной только целью для того чтобы дать выход для того чтобы помочь для того чтобы дать новое начало и поэтому давайте посмотрим то что иисус говорит к этой сардистской церкви которая оказалась в таком плачевном состоянии первое я скажу три действия о которых иисус говорил сардистской церкви три действия первое он сказал вспомни что ты принял и слышал первое вспомни что ты принял и слышал в каком бы состоянии ты не оказался вспомни то что ты однажды услышал я думаю и вижу что здесь речь идет о том что мы все однажды с вами услышали речь идет по отношению к христианам речь идет по отношению к церкви он говорит вспомните то что вы однажды услышали то что вы однажды приняли и мы все услышали что есть только одно имя и на этой земле и на небесах и где бы то ни было которое достойно прославление которое достойно того чтобы его возвеличивали которое достойно того чтобы его превозносили выше всякого имени и это имя Иисус Христос мы однажды это услышали и мы однажды это приняли это каждый должен ответить на этот вопрос насколько вы приняли эту истину которая говорит что нет другого имени через которое возможно спастись от своих грехов и от смерти вечной нет другого имени больше ничто тебя не может не спасти не изменить есть только одно имя через которое мы можем получить настоящую жизнь через которое мы можем спастись от грехов своих через которое мы можем начать совершенно новое начало совершенно новый путь это имя Иисус Христос Сын Божий Мы приняли это? Я думаю, что очень многие могут сказать сейчас вместе со мной, да, это истина, я принял это, я приняла это. Есть только одно имя, которое достойно, чтобы носить этот венец, чтобы достойно, чтобы носить эту корону, которая достойна, чтобы Ему все поклонялись и воздавали благодарность и честь. Помните, как Иисус говорил своим ученикам, когда вы сделаете определенные дела, которые я вам поручу, ну там серьезные были дела, которые Иисус им поручил. Он им сказал идти проповедовать по всем местам. Он им сказал, что вы будете исцелять больных, вы будете воскрешать мертвых. Ну, воскресить мертвого, знаете, это немалого стоит, мне кажется, когда потеряна всякая надежда, и ты воскрешаешь мертвого. А потом Иисус сказал, а когда вы все сделаете, то не забудьте сказать, мы рабы ничего не стоящие, мы только сделали то, что должны были сделать. Я думаю, что Иисус хранил своих учеников в этом единственно правильном положении перед Богом и перед людьми. Есть только одно имя, это Иисус Христос, через которое мы можем спастись и получить жизнь вечную. Он говорил, не называйте никого наставниками, ну в том плане, что это великий какой-то наставник, учитель или отец, родоначальник какой-то моей веры. Вот я верю именно в этого проповедника. Иисус говорит, один у вас отец, и один у вас наставник, это Иисус Христос. Есть только одно имя, которому мы должны поклоняться, и следующий пункт, следующее действие, которое Иисус говорит делать в Сардийской церкви, Он говорит, когда ты вспомнил, когда ты обновил эту истину, следующее, что тебе надо делать? Надо хранить. Надо хранить эту истину и не отпустить ее. Почему же так важно хранить эту истину? Почему же так важно бодрствовать, чтобы не потерять ее? Да потому что, друзья мои, в этом мире все посягает на эту истину. Да потому что нам всегда хочется одеть эту корону на свою собственную голову, когда у нас что-то начинает получаться. Разве не так? По-моему, есть духовный коронавирус, знаете, которым заболел каждый человек на этой земле. Такой духовный коронавирус, когда человек всю славу воздает себе, когда он приписывает себе все почести, которые ему воздают, когда он думает именно о том, чтобы создать свое имя, вот эту свою корону одеть. Я думаю, что это настоящая беда. И вот этот вирус почему-то так назван, коронавирус физический, но я думаю, что есть духовный вирус, который еще страшнее, и которым заболел каждый человек. И нужно хранить эту истину, чтобы дьявол и никакие обстоятельства, никакой успех не смог своровать у нас то, что однажды мы услышали и приняли. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 18 стих. Иисус Христос сказал, «Говорящий Сам от Себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем». Вот единственное правильное положение перед Богом и перед людьми. Итак, мы пришли к третьему действию, о котором говорил Иисус Христос по отношению к Сардийской Церкви. Это простое слово, которое может показаться банальным, которое, я думаю, что многие обстоятельства, и дьявол постарался сделать, чтобы оно было такое сереньким и невзрачным. Но я хочу сегодня побольше сказать об этом слове. Иисус сказал, «Вспомни, что ты слышал и принял, а потом храни эту истину и покайся». И вот это третье действие, которому Иисус Христос, я верю, призывает и нас с вами сегодня. И Он говорит, «Покайся». Друзья мои, я думаю, что это очень радикальное действие. И многие годы я покупался на то, когда человек говорил, что у меня нет покаяния, я не знаю, как покаяться, я что из себя выдавлю это покаяние, «Ну, простите». Либо он не говорил так, либо говорит «Простите». И говорил, «Все, я покаялся». Сегодня я убежден, что покаяние дает Бог. Ты не можешь придумать это покаяние. Ты не можешь покаяться просто, когда тебе захотелось. Нет, ты можешь попросить прощения, но это не одно и то же с тем словом, с тем действием, которому Иисус здесь призывает. Это слово «покаяние» дословно означает «разворот». Не просто поворот чуть-чуть в одну сторону или в другую сторону. Разворот на 180 градусов. И не меньше. Это значит, фактически ты начинаешь жить противоположно тому образу жизни, в котором ты был когда-то. Покайся. И чтобы Господь дал это покаяние, я думаю, нам необходимо усвоить вот эти два урока и сделать эти два действия, которому Иисус призывает прежде. Вспомни. Вспомни. Обнови эту истину. Потом храни, не отпуская ее. И мы можем ожидать, что сам Бог на этом пути открывается больше человеку. И Он открывает то, что Он не мог бы увидеть раньше. И приходит это покаяние. И приходит эта способность, чтобы развернуться на 180 градусов. Приходит эта способность, чтобы жить по-настоящему, по-новому. Посмотрите, что Иисус еще говорил в 16 главе. Это написано в 25 стихе. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. А что значит посвятить свою жизнь Иисусу? Я думаю, возникает у многих такой вопрос. Я вам хочу предложить один ответ, и не знаю, насколько и кто его сможет принять. Я хочу предположить, и для себя принимаю это именно так, что посвятить свою жизнь Иисусу Христу, это значит отдавать лучшее в своей жизни для Иисуса Христа. Это значит посвящать Ему самое лучшее, что у тебя только есть в жизни. Я хочу вам напомнить одну историю, которая описывается в Ветхом Завете, там, где жила одна женщина. Ее звали Анна, и она не имела детей. Знаете, у нее был муж Елкана, и у него была еще одна жена. И вот эта жена была достаточно, у нее было достаточно детей. А у Анны не было детей, она была бесплодная. И вот эта вторая жена Елканы, она все время высмеивала, она смеялась над Анной, о том, что она бездетная. Я только могу предположить, как она высмеивала, скорее всего, он примешивал вас сюда Бога и говорила, ну, понятно, ты просто грешница, и, скорее всего, поэтому у тебя ничего нет. И Анна, скорее всего, оправдывалась каким-то образом, что она не грешница, что она не знает, что сделать. Потом она стала приступать к своему мужу, чтобы он каким-то образом что-то сделал. Она надеялась на него, он, глава семейства, он разводил руками и говорит, я тебе что, Бог, как я могу тебе дать детей? Потом она что-то поняла, она поняла, что бесполезно кого-то обвинять в том, чего тебе не хватает. Бесполезно роптать и предъявлять кому-то претензию. Как-то она поняла, что есть Бог, к которому надо обратиться. И она пришла в храм, там, где нужно было помолиться. И когда она пришла в храм, она встретилась со священником, который, глядя на то, как она молится, подумал, что она пьяная и хотел выгнать ее вообще из этого храма. она сказала, что она не пьяна, но она та женщина, которая скорбит духом. И он отпустил ее. Удивительно. Я просто восхищаюсь примером этой женщины, потому что она каким-то образом смогла сохранить свое сердце, независимо от того окружения, в котором находилась. Начиная со своего дома и заканчивая храмом, там, где она должна была бы получить принятие и понимание. Но этого не произошло. Но она хранила свое сердце, понимая, что только Бог может по-настоящему ей ответить. И что произошло? Бог дал ей сына. Бог дал ей забеременеть. И я представляю, сколько мыслей, наверное, появилось у нее в голове, когда она поняла, что она в положении. Этот долгожданный ребенок, о котором она мечтала, о котором молилась, это самое лучшее, это первое. Я думаю, по-любому приходили определенные мысли, но можешь ли ты рассчитывать, что еще у тебя будет ребенок? Возможно, это единственный, о котором ты мечтала, которого ты просила у Бога. Может ли Бог хотеть у тебя его забрать? Но я благодарю за эту женщину, которая осталась верной своему слову. И, кстати, ее муж даже помогал ей в этом. И он сказал, только бы ты осталась верной тому слову, которое ты сказала. И когда она родила ребенка, она скормила его грудью и потом привела в храм. К этому же священнику, который хотел ее выгнать, думая, что она пьяная, она привела и сказала, я посвящаю своего сына на служение Господу на все его дни. Это потрясающе. Это потрясающе. Она смогла отдать самое лучшее. Она смогла отдать вот это первое. Дорогие, знаете, что я хочу вам сказать? Бог дал ей еще три сына и две дочери. А Самуил, которого она отдала в храм, написано, однажды удостоен был назваться пророком Израиля. И мы все сегодня знаем пророка Самуила, которого родила Анна и посвятила на служение Господу. Это потрясающе. Дорогие, я думаю, что Бог готовит в твоей жизни что-то, что однажды должно принести много-много плода в Царстве Божьем. Бог взращивает в твоей жизни что-то, через что хочет потом действовать сверхъестественно. И вопрос, поймешь ли ты это и сможешь ли ты отдать и посвятить это Господу, потому что это будет выглядеть самым лучшим и, возможно, единственным и неповторимым. Я вспоминаю другую историю, которая произошла в нашей жизни. И один брат, бизнесмен, достаточно успешный, он имел своих работников. И однажды получилось так, что в церкви появилась нужда. Была нужда и нужда была в каком-то особенном человеке, который бы имел определенные дары, чтобы сделать ту работу, в которой нуждалась церковь. И у этого брата, работодателя, был такой человек. Я помню, что когда начались вот эти переговоры, мог бы ты позволить этому работнику прийти в служение в церковь? И я помню, что были непростые разговоры, потому что на том человеке достаточно многое было и опиралось у того брата, работодателя. Были множество разных разговоров, общений, было очень непросто, но в результате этот брат смог поступить правильно и пожертвовать, так сказать, в церковь своего лучшего, я думаю, работника. Сегодня этот работник благословеннейший брат в церкви. Я не буду говорить имен, но он служит и приносит много плода. И я не знаю, что бы было, если бы он остался там, где он остался. Где он оставался, где он работал. Я не знаю, как бы сложилась его судьба сегодня, но сегодня, я думаю, если вы спросите у него, хотел бы он что-то поменять, хотел бы он продолжить там тот бизнес, в котором находился, я убежден, что он бы отверг все ваши предложения, потому что он вкусил, как благ Бог, как он может его использовать, как много плода Бог может через него принести в жизни. И это не единичный случай, много таких случаев. Я думаю, на самом деле, Бог взращивает внутри нашей жизни что-то особенное. И мы думаем, что, о, у нас что-то начинает получаться, а Бог готовит это для себя. Дорогие, а если так рассудить, не Бог ли собрал это собрание? Не Бог ли созидает церковь, которую врата ада не одолеют? И наш успех не принадлежит ли Ему? И не имеет ли Он права воспользоваться тем успехом, который у нас получается в бизнесе, в семье, с нашими детьми, в работе? Способны ли только мы понимать это и посвящать лучшее Господу? А не так ли сделал Господь? А не сделал ли Он то же самое? Я замечаю, что когда мы начинаем говорить таким образом, многие возмущаются и говорят, ну это фанатичная какая-то вера. Друзья мои, ну если не фанатичные вот такие поступки Бога, мы бы никогда не имели возможности даже на спасение. Но разве не является по-человечески безумным и фанатичным каким-то поступком, когда Сын Божий уходит с неба, приходит на землю, одевается, так сказать, в тело человеческое для того, чтобы пострадать на кресте для того, чтобы быть униженным, избитым и распятым на Голгофском кресте за наши грехи с вами? Разве не является этот поступок сверх радикальным, непонятным, по-человечески безумным, просто, каким-то фанатичным? Я думаю, что многие ангелы так и посчитали, когда смотрели, что происходит, и написано, пытались вникнуть в то, что происходит, и не могли это свести, не могли это понять, никакого ангельского их ума не хватало, чтобы понять, что это происходит. Но сегодня Бог создает народ из таких же радикальных детей своих. Он сделал этот поступок, Он посвятил свою жизнь нам. Я уверен, что сегодня Он ожидает взаимного, не меньшего посвящения с нашей стороны по отношению к Нему. И я заметил, на самом деле, что все, абсолютно все вот эти примеры, которые нам оставлены в Святом Писании, на которых мы учимся, все эти примеры, они связаны с людьми очень радикальными. Я вам хочу еще, у меня есть немного время привести еще один пример. И мне тоже очень нравится этот пример. В книге Царств в 17 главе в 16 стихе написано так. Ну, перед этим скажу, знаете, там был голод в той стране, не было дождя, и был голод, и Бог сказал своему пророку, пойди в такое-то место, значит, я приготовил там женщину, она тебя прокормит. И что мы читаем потом в 3 царстве, 17 глава, 16 стих. Послушайте. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, который он изрек через Илью. Это был Илья пророк. И вот мы читаем итог, и думаем, да классно-то как, а? Вы только представьте себе, мука в катке не истощалась, сколько ни высыпай, она все равно там полная остается, и масло в кувшине не заканчивалось. Сколько ни выливай, там есть масло. Я думаю, любой бизнесмен бы позавидовал, представляете? Мне бы хотя бы маленькая такая вот каточку, такую маленькую, пусть она будет, но чтобы всегда была полная. И кружечку хотя бы вот с таким маслом, но чтобы всегда было полным. И все, и жизнь тогда удалась. Потому что это ведь можно продавать, ты можешь сыпать, сыпать сколько угодно, оно не заканчивается, ты пошел, продал, купил себе валов, машину там, дом построил, все что угодно. Мы тут таких делов наворотили, нам вот такую каточку и такой кувшинчик, и все. Но я думаю, что надо увидеть начало истории. Я думаю, что поначалу Илья очень обрадовался, подумал, ну наконец-то, Бог дал мудрости, какая-то женщина достаточно, видать, продуктов приготовила, и теперь она имеет возможность прокормить меня и всех, кого надо. И вот он приходит в эту землю, в Сарепту Сидонскую, и видит женщина, там копошится, собирает дрова. И он радостно говорит, шалом, мир тебе, драгоценное, благословенное, ожидаешь, сейчас с дороги он там покушает, конечно. И к нему медленно, она медленно оборачивалась, потому что у нее не было сил, она несколько дней уже не ела. И она оборачивается, я думаю, как только она обернулась и посмотрела на Илью, первое и единственное, наверное, желание Ильи было сказать, откланяться и сказать, простите, я просто поздороваться хотел, так мимо проходил, в общем-то, никаких претензий, все нормально. А потом, я думаю, выглянул еще из-за дверей, тоже еле-еле выглянул ее сынок и медленно подошел к ней. И тогда Илья совсем потерялся, а внутри слышит, да, это она, это на самом деле она, не сомневайся, она тебя прокормит, давай, проси кушать. Я думаю, что Илья даже не смог попросить у нее еды. Здесь написано, что он сказал, типа, водички не найдется у вас. Можно попросить воды? И когда она сказала, или может быть, ничего не сказала, она просто обернулась и пошла, написано, вслед ей, вдогонку, когда глаз хотя бы не было видно, когда не нужно было бы смотреть на это лицо, он сказал, там кусочек хлеба еще захвати. И я представляю, как эта исхудавшая женщина со своим ребенком медленно оборачивается и смотрит на Илью. Я думаю, он там потерялся сразу. А она говорит, теперь послушай внимательно меня, что сейчас мы будем делать. Послушай, сейчас я возьму вот эти пару дровишек, я затоплю печку, потом я возьму последнюю горстку муки, которая у нас осталась, потом я вылью остаток масла из кувшина, который у нас остался, потом я спеку эту лепешку, и мы с сыном, слышишь, там подчеркивается, можете прочитать, и мы с сыном скушаем эту лепешку, а потом мы умрем. Я думаю, что здесь, внутри, у этого Ильи что-то произошло, и он сказал, не бойся, мы прочитаем, это же 17 глава, с 13 по 16 стих, и сказал Илья ей, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после, ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. Как это сильно! Это исхудавшая женщина, которая, возможно, не ела уже несколько дней, ладно она, у нее был маленький сын. Вы когда-нибудь видели женщину, у которой есть ребенок, которого она не может ничем покормить? Вы можете себе представить положение, состояние этой женщины? Ей нечего дать своему ребенку. Она понимает, что это последний кусок хлеба, который она должна отдать и потом умереть. И вот этот человек просит у нее этот кусочек. Знаете, что я здесь вижу? Лучшее для Бога иногда бывает первое, то, что Он ожидает, ты отдашь. Самое лучшее, а может быть единственное, может быть, которого у тебя больше никогда не будет, но Он видит это и просит у тебя, зная на самом деле, что хочет потом сделать. А бывает самое лучшее, это последнее, от которого, кажется, зависит твоя жизнь еще какое-то время. и Он просит у тебя это. А можешь ли ты это посвятить? Зная, что Он хочет сделать потом, Он же сказал, я тебя никогда не оставлю. Но в этот момент, как в случае с первым, так в случае и с последним, нам так трудно бывает посвятить это Господу. Драгоценные, но я хочу сказать, что это ключевой момент, от которого зависит, ты перейдешь в сверхъестественные отношения с Богом и будешь расти в этом, либо ты останешься на этой земле, либо ты останешься со своим человеческим мышлением и будешь рассчитывать на свои силы и не более того. И мука в катке не истощалась, и пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени, и мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. Драгоценный Бог сегодня ожидает от нас радикального посвящения. Покаяние это радикальное посвящение, и Иисус сказал однажды, я не знаю, кто может вместить это слово, и у меня сегодня то же самое состояние внутри. Я думаю, но кто-то вместит, но кто-то сможет согласиться, но кого-то Бог уже подготовил, но кто-то вспоминает и помнит, что единственное имя, которое нужно превозносить в своей жизни, и для которого нужно жить и расточать, и не бояться тратить всю свою жизнь, это имя Иисуса Христа. Я верю, что кто-то хранит в своем сердце эту истину, и сегодня она оживает просто для вас, и вы сможете принять сегодня то решение, которое ожидает от вас Бог, и Он лично с каждым из вас идет свой путь, и Он знает, что просит сегодня у тебя, и ты знаешь, и Он знает, что Он хочет сделать в твоей жизни, а вот этого ты пока не знаешь, и здесь требуется вера, здесь требуется посвящение, здесь требуется отречься от всякого страха, и посвятить свою жизнь Господу, доверяя Ему искренне от всего сердца, и пусть Бог благословит вас, драгоценные, и пусть ваша жизнь, и пусть ваша судьба, и пусть ваша ситуация станет очередным чудом в том Писании, в той книге жизни, которая пишется там на небесах, и пусть Бог благословит каждого из вас во имя Иисуса Христа, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok